Ну что, друзья и коллеги, для меня, в общем-то, очень радостно и вас видеть на нашей второй лекции серии «Экономика, интернет, общество». И для меня большая честь приветствовать здесь сегодня Яну Волкович. Яна окончила Санкт-Петербургский госуниверситет, а после этого она несколько лет получала PHD в Твенте. И последние уже почти 4 года, если я не ошибаюсь, работает в Барселоне Медиа и занимается исследованием соцмедиа. Ну, скажем так, исследование Яны вы можете увидеть на ее странице, в DBLP, в разных других местах. Сегодня я попросил ее сделать некоторый такой обзорный доклад, в котором, наверное, требования изначальные, так сказать, к аудитории будут чуть-чуть уменьшены. Но будет представление о том, какие вопросы, относящиеся к исследованию в Википедии, на какие вопросы пытаются отвечать, какими методами пытаются отвечать. Ну, я думаю, что будет очень интересно. Я говорю, прошу. Ну, большое спасибо всем, что пришли. Большое спасибо всем, что позвали. Большое спасибо. Я скажу еще и попозже. Слайды будут на английском. Говорить я буду по-русски. Может, я не стучи, пытался говорить по-русски. Немножко, может быть, буду лакать локоть и переводить. Это как бы машина в машину будет работать. Все представили. Работаем в эмоционном центре. Большое спасибо моему центру. Идея этого центра то, что мы делаем прикладное исследование для различных нужд медиа, индустрии коммуникации. В Испании сейчас, так как Испания находится в некоторой проблемной ситуации, мы стараемся еще немножко захватить Бразилию, которая активно развивается. Как всего мы медиа, мы занимаемся различными медиа направлениями. У нас есть лаборатория звука, достаточно успешно. Они создали 3D Sound, которая была куплена by Dolby. Лаборатория Image Recognition, они работают с лейкой. Лаборатория культуры. Еще несколько других лабораторий, я не буду все причитать. Я работаю в группе, которая называется Social Media. Мы занимаемся как раз интернетом и Social Media исследованием. Изначально, когда этот выпуск создавался, была идея как раз создать что-то мультидисциплинарное. Я, как образование, тематик-программист. Три человека. Пабло Арагон, Андреас Калтербруйнер и Давид Луниан, они программисты. Каролин Каблер социологист. Социолог. Социолог. И Джессика психолог. Но, как бы, так получилось. То есть, мы много работали вместе. Сейчас частично работа, которую я буду представлять, она основана как раз на этой мультидисциплинарном подходе. Но, как бы, сейчас девочки ушли, я осталась одна. И мы более занимаемся информационными приложениями. Но, значит, тема моего сегодняшнего доклада – по ту сторону знаний в интернете. И я хотела бы, наверное, как бы сделать, немножко, может быть, странной. Но, с другой стороны, мне кажется, что в этом вся тенденция с сегодняшним моментом, как люди, ну, люди, в том числе, как вообще интернет-сообщество, воспринимают знания в интернете сейчас. То есть, если там 10 лет назад были какие-то страницы, забитые формулами, то сейчас знания – это объекты, часто связанные с реальностью. И, как бы, объекты могут быть, например, персоной, объекты могут быть местом, объекты могут быть фирмой, объекты могут быть страной, я не знаю. Объекты могут быть практически все, что угодно, но это объект, это не слово. Это, как бы, реальный объект, который стоит за этим словом. И это вот скриншот презентации, интродюсив до Google Graph, Google Knowledge Graph by Google. Я думаю, что все, примерно, ну, не знаю, знаете, не знаете, а, как бы, Knowledge Graph – это один из последних концептов, который был анонсирован Google, как раз идея, то, что искать не слова, а искать объекты. Ну, когда мы говорим о объектах, то, понятное дело, между этими объектами мы можем построить связи. То есть, таким образом мы можем тоже связать одного персонажа с другим персонажем, один объект с другим объектом. Этот родился там, так, умер с теста, тружил с этим, тот, не знаю, воевал с тем, и, как бы, таким образом, создать графическую структуру знаний. И в этом, как бы, главная идея сейчас, что знания – это объекты и связи между этими объектами. И вообще, вот сегодняшний, особенно первый, первый кусок сегодняшнего доклада я как раз буду пытаться показать, как мы пытаемся понять, как бы, по пусту форму знаний, через, как бы, объяснение, понимание, как раз, что такое объекты и понимание связи между этими объектами. А, ну да, как бы, как вы можете догадаться, связи между различными… я не знаю, наверное, не сумма не самая лучшая, а я думаю, что… Я сейчас всё объясню. Связи между, как бы, объектами бывают различные натура, вот, природы, различные природы, в том числе, вот, например, в этом случае такой очень красивый вариант – это различные сорта пива и связи между различными сортами переводки. То есть, вот, как бы, другой вариант, конечно, более интересный для нас. Это, ну, здесь визуализация моих, скажем так, коллег, моих друзей в LinkedIn. А, видите, Серёжа где-то вот затерялся вот в этой части. Вообще, конечно, очень видно, как бы, всю мою историю, вот, посмотрев на этот граф, то есть, вот этот кусок зелёныйки моих друзей со школы, это мой университет, это мой университет в Голландии, это, как раз, Yahoo Research, который я делаю Endership, это Barcelona Media. То есть, ну, и некоторые люди, которые, как бы, связывают, связаны между разными кусками моей, так скажем, жизни, проявляющиеся, так сказать, не связаны не в кластере, а как раз в середине и соединяющие, соединяющие мои кластеры. Хорошо, мы вернем с обратным, то есть, у нас есть объекты, у нас есть связь между этими объектами, но так как я, как бы, тема сегодняшнего моего доклада была как раз связь между, по ту сторону знаний в интернете. И когда мы говорим, конечно, о знании в интернете, то мы говорим о Википедии. Ну, не знаю, может быть, кто-то говорит о чем-то еще, но в первую очередь, как говорится, попав, вылезает именно как раз Википедия. И Википедия, наверное, будет как бы основой моего сегодняшнего доклада по многим причинам. Во-первых, это потрясающее социологическое, как бы, интернет-явление и шестой наиболее популярный сайт в мире, и кладезь просто всеобщих знаний. И сегодня я как раз хочу поговорить, наверное, два направления, которые, ну, последние наши работы были сделаны. В одном случае мы как раз рассматривали Википедию как глобальный источник знаний, и в втором случае мы рассматривали как крупнейший всеобмендущий коллаборативный, если такое слово, коллаборативный проект. Ну, вопросов пока нет. Нет? Отлично. Значит, Википедия как глобальный источник знаний. Используя Википедию как раз, как я и говорила, мы имеем эти объекты, мы можем построить связи между разными объектами. Выбирая объекты, мы можем выбрать людей, как бы, индивидуумом, и мы можем выбрать социальные институты. В этом случае в виде людей мы как раз будем использовать биографии на Википедии, то есть реально существующие люди и их биографии. А во втором случае мы будем использовать так называемый концепт городов-побратимов. Хорошо. Первый вопрос. Правда ли, что история сделана великими людьми? Дискуссионные. Дискуссионные. Хочется верить на вторую. Мы не знаем. На самом деле, как бы, непонятно. Ну, это действительно дискуссионный вопрос. На это не списана ни одна книга. Но, тем не менее, понятно, что социальные связи формируют историю. В этом, как бы, можно, наверное, не сомневаться. Хорошо. Вот. И таким образом, беря Википедию, беря биографии на Википедии, мы сможем понять, выделить связи, сохраненные между культурами. Сейчас я попробую где-то перевести. Мы пытаемся, как бы, понять, что, используя биографию, мы строим связи между людьми и понимаем, как эти связи существуют в различных культурах. И таким образом мы как раз создаем вот эту сеть между этими биографиями и этими людьми. вот. И вопросы, которые мы пытались создать, как бы, когда мы начали думать в этом направлении, мы пытались понять, как бы, кто наиболее, например, ну, интересно уже, как все интересно, кто наиболее центральный персонаж в этих сетях, кто наиболее во всей истории, так скажем, во всей истории, которая была записана в Википедии, кто наиболее, оказывается, важный человек. Существуют ли какие-то культурные особенности для разных языков, разных культур? Можем ли мы их увидеть, анализируя просто вот эти сети? Какие культуры более похожи, какие культуры менее похожи? И вообще, какие отношения, какие связи сохранились или, как бы, сохранены, сделаны между разными культурами? Окей? А, значит, как мы это сделали? Мы выбрали 15 самых популярных Википедий, языковых Википедий, в том числе, ну, как бы, английскую, ну, и дальше там, русская, я обещаю, испанская, каталонская, вот. И мы взяли 3000, почти 3000 биографий с английской Википедии, используя дипипедию. На дипипедии есть тагетированный список реально существующих людей. Таким образом, мы были уверены, что биографии, которые мы взяли, действительно биографии. Вот. И для вот этих вот биографий в английской Википедии мы взяли соответствующие биографии, если они существовали, в этих остальных 14 языках. Окей? Вот. Таким образом, мы создали направленные социально-биографические сети для каждого языка, где как раз вершины были персоны, это исторически существовавшие люди, и связи были обозначены с помощью ребер графа. Все понимают, что такой граф, вершины, да, все нормально. Вот. Значит, ну, одна из проблем, когда мы начали заниматься, это было то, что нам надо было как-то решить вопрос с так называемым редиректорами. Ссылками на то же самое, на одного и того же персонажа. Вот. Ну, как вот здесь вот вариант редиректа. Значит, вот неправильное написание Владимира, значит, отсылает на правильную страницу про Владимира Путину. Ну, мы использовали специальный сайт, который выписывает все возможные редиректы, которые существуют на данную страницу, и таким образом мы смогли как бы скомбинировать, сделать нашу сеть правильной. Вот. Ну, здесь вот тоже вариант. Мне, кстати, очень понравилось. Я когда-то начала посмотреть. Вот. Можно посмотреть, что Влад, Влад Путин. То есть, как в свое время, как люди на разных страницах описывают, вот как бы или как ищут человека. Путин Лан. Вот. Вот. Ну ладно, я же показала. Значит, как ни странно, я просто хотела спросить, как вы думаете, какие люди оказывались самыми победителями в полидиректах. Ну, конечно, люди с сложным написанием имен. Таких, как Муаммар Аль-Гарафи, Каддафи, по сути дела, Уссам Али-Ладен, Барак Обама, Иисус, как ни странно. Очень-очень большой сюрприз для меня. Пётр Ильич Щеповский, затерявшийся в этом списке. Ну, и пока будет, по-моему, топ-10. И тема Мария находится вот как раз рядом с Джорджем Буссом. Вот. Вообще, изучайте, как бы, биографические и недаверие там беседы. Очень интересно, потому что всегда находишь какие-то странные вещи. И всегда нужно смеяться тихонько. Вот. Ну, а как вы видите, как бы, здесь вот так, что здесь ещё и график. График представлен в блок-блок-плот. Это, так сказать, мы будем видеть, может быть, несколько раз, по-сему несколько раз. Но вообще, на самом деле, вы должны видеть его практически всегда, как только вы открываете и начинаете работать с большими данными и с интернетом. Часто говорят, что это, ну, как бы, распределение с тяжёлым хвостом – это как раз показатель социальной природы, социальной активности за данными, которые вы измеряете. Вот. Ну, раз здесь идея в том, что слева конца у нас, как бы, большинство статей имеет один, два, три редиректора, но есть статьи с большим количеством редиректоров, как раз они вот здесь справа внизу. Нет вопросов? Нет вопросов? Потому что, как бы, вероятность того, что распределение, вероятность того, что у нас можно получить много редиректов, она, как бы, не упадает не экспоненциально, а как раз по стяжёлым… А также, это варень называется стяжёлым хвостом, то есть, вероятность получить что-то очень большое всё равно не очень маленькое, то есть, мы должны её рассчитывать по многих параметрах. Окей? Хорошо. Таким образом, мы использовали биографические статьи, выделили людей и соединили этих людей, связали этих людей, если в статье одного человека указывается, упоминается статья другого человека. Вот, и делали так для 15 наиболее популярных языков, как я обещала, есть русский, вот, есть каталонский, что весьма так интересный, я не знаю, как много из вас знает каталонский язык, я знаю, кстати. Вот, весьма интересный, очень редкий, исключительный язык, очень популярный в Барселоне, как бы, особенно в последние моменты, в связи с активным желанием Барселона делиться с остальной Испанией, вот. Но, тем не менее, вот каталонцы, они, как бы, так хотели поставить свой язык, как очень важный язык, они действительно развивали и до сих пор развивают каталонский википедий. Так что, нас должно не уделять, что они оказываются в топе, так скажем, наиболее популярных википедий. Вот, ну, на самом деле, основные, как бы, здесь очень много чисел, основная идея, как бы, которую мы должны, или вы должны, я не знаю уже, конечно, об этом, вы должны запомнить с этого слайда, в том, что, на самом деле, в основном, вот здесь, значит, основная идея, что мы набираем достаточно низкий уровень кластеризации, и что это значит? Это значит, вот я показывала предыдущий, там, свой слайд, где вы видели, что у меня друзья, там, со школы, у меня друзья с университета, значит, что друзья моих друзей тоже, тоже друзья между собой, вот. А низкий уровень говорит, что друзья моих друзей не знают друг о друге, вот. И за исключением китайской википедии, в принципе, мы можем говорить, что для исторических персонажей они друг о друга не знают, вот. Ну, точнее, знают как-то исключительно, то есть кто-то, обычно, почему так происходит, как раз, вот, может быть, это объяснится еще вот тем, что два человека, ну, два исторических персонажа, обычно тоже соединены, связаны только в одну сторону. Это, ну, так, в социологии, кто-то такие социологи здесь, вот, называется парасоциальными взаимодействиями, когда один знает все о жизни другого, а другой ничего не знает. Ну, например, как бы все знают все о жизни Бритни Спирс, но Бритни Спирс, к сожалению, не все, или к счастью, не все знают, например, о нашей жизни, вот. В нашем случае, почему, я думаю, так еще произошло, во-первых, потому что, конечно, здесь есть селебратисти тоже, но и в том числе некоторые люди успели умереть раньше, написать несколько работ, ну, вот, и, как бы, получить последователей позже. Зато все на них теперь ссылаются. Нет вопросов? Что? Гигантская компонента, можно пояснить, пожалуйста? А, гигантская компонента, да, гигантская компонента, значит, да, это когда все с друг другом, то есть у тебя есть граф, у тебя есть вершины и ребра. Идея в том, что ты берешь кусок, когда с любой вершины ты можешь прийти до любой вершины, не смотря на направление. Ну, то есть все как бы друг друга, либо один в одну сторону есть у тебя связь, вот. А есть бывают такие случаи, когда, например, я там знаю какого-то еще одного человека, но мы вообще ничего не знаем там о китайцах. Вот, и поэтому, как бы, у нас нет пересечения, тогда они, как бы, ну, сеть может быть. Как раз, ну, джайм компонент, это как раз, наиболее, как бы, по сути дела, как бы... Нет, ну, это значит, что ты вот с одного до другого всегда дойдешь. Вот в этих 95% случаев для английской википедии. На самом деле, она достаточно хорошо коннект. Ну, по сути дела, это случилось еще потому, что, ну, как мы строили вот эти связи. То есть, изолированные точки здесь мы не смотрим, то есть, если там... Получается, что все, как бы, должны более-менее с кем-то связаны. То есть, вот этот, там, 65%, это как раз вот там два-три человека между собой связаны. Да. А связи не завешивали? То есть, не важно один раз, например... Нет, не завешивали. Нет. Не знаю почему, не завешивали. Так, правда, что связи были, как бы, не стали завешиваться. Вот. А, ну, да, тогда можно пройтись дальше. Значит, средняя длина пути, это как раз вот путь между двумя людьми. Как бы, как раз вот знаменитый эксперимент Милгрена, что все люди знакомы через 5 рукопожатий. Ну, вот примерно то же самое можно сказать и в истории. Удивительно, но в российской истории люди знакомы через 10. Что весьма удивительно, но я думаю, что это проблема с дата-инстракшн. Честно, ну, действительно, то есть, это вот взяли 198 персоналей, которые присутствуют в английском языке. И я так понимаю, что из них для России, российские сайты для параллелей, для них всего 16 тысяч оказалось. Да. И вот эти вот, ну, это кто они в основном? Они русские, либо это уже китайцы, либо это англичане. Просто может казаться так, что большое число связано. Нет, так и так и оказывается. Ну, то есть, мы не вьем, мы говорим, что у нас, как бы, хороший вайс с точки зрения английской википедии. Но, с одной стороны, да, и с другой стороны, нет. То есть, конечно, для того, чтобы описать абсолютно, как бы, ну, википедию, которая российская, например, именно, надо действительно заняться, надо то, чтобы кто-то таргетировал списки и говорил, да, вот это действительно биографическая статья реально живущего человека. А, но такого списка не было. То есть, у нас… Непонятно. Я просто потому, что аргумент ПШ есть только пожать, и он, в общем-то, не работает. Нет, нет, конечно. Потому что это не специальные реальные люди, а, как бы, непонятно, каким образом отобраны вот эти вот… Нет, почему непонятно, каким образом? Есть проект Библипедия, который старается структурировать данные в википедии. И вот в википедии есть как раз вот этот список, ну, так сказать, людей, реально существовавших людей, и ссылка на их географические описания. Но эти люди действительно с точки… Ну, вообще, надо понимать, что английская википедия намного больше, как бы, и это люди, которые существуют, так скажем, не только в России, но ещё представляют какой-то интерес, так сказать, за рамками России. Скажем так, за рамками русского языка. То есть, у меня есть подозрение, что там многих русских авторов, конечно, нет. Но, с другой стороны, когда я смотрю российскую википедию, я часто вижу, что там и статьи это про этих авторов нет. То есть, там эта заготовка статьи, пожалуйста, добавьте. Поэтому, как бы, если что-то написано, то в большинстве случаев написано о ком-то очень важном. Ну, вот 16 тысяч вот мы смогли выбрать. Но, как бы… А вы не смотрели пересечения между, например, русским и польским, русским и китайским, испанским и каталанским? Да, да, абсолютно. Предотвещая вас, точнее, ваш вопрос, я сделала специально с вами. Нет, мы, конечно, тоже посмотрели, у нас было. Как раз через пять слайдов об этом я не говорю так. Вот. Следующий вопрос, который мы подпускали насчет «думать», тоже наиболее центральные люди в этих сетях. Ну, я небольшой такой, неожиданный где-то экскурсар. Что такое центральность? Центральность. Центральность. А меры центральности бывают разные. Существует там порядка в Википедии, я предложила мне шесть. Я выбрала две, которые мы используем. Одна – это как раз по количеству связей, по количеству входящих, исходящих линков. Либо просто, если связи не направлены, это просто по количеству, а связей. Вторая – это так называемая битвина центральности, которая как раз измеряет, насколько вершина важна, чтобы через нее проходило наибольшее количество коротких путей. Вот. Ну, здесь два примера. Значит, пример номер один с этими потрясающими. Это такая маленькая социальная сеть, как я ее называю. Вот. В этом случае юзер А, Получается наиболее важный с точки зрения количества связей, но если мы посмотрим на юзера D, то он получается наиболее важный с точки зрения битвиновца. Я как бы говорю, что вот это такая, допустим, это фирма, тут какие-то менеджеры, они не по собой, тут какой-то менеджер, который со всеми хорошо общается, он очень важный. Но когда дело доходит до боссов, то самый важный оказывается человек, который всех туда не проводит. Вот. Ну, и здесь вот вариант, почему это важно, почему это разное. В первом случае мы видим вот здесь вот такие красные вершины, которые как раз говорят о том, что эти вершины очень хорошо имеют много, ну, лучше в социальных сетях имеют много друзей. В этом случае наиболее важные решины как раз здесь вот в середине, которые соединяют, по сути дела, два левые и правые куски вот этого графа. Нет вопросов? Нет? Вот. Ну, для того, чтобы посмотреть, кто наиболее центральный, значит, центровой, наиболее важный, мы вначале начнем с английской википедии. Вот. И здесь лист по битву хорошо, нет? Плохо видно? Нормально видно? Нормально видно? Хорошо, плохо. А вот здесь лист наиболее 25, наиболее, наиболее важных, так скажем, людей. Мы видим, что здесь как бы первые три места занимают Джордж Буш, Барак Обама и Билл Клинтон, последние, на самом деле, президенты. Дальше мы также можем увидеть практически, наверное, большинство известных американских президентов тоже в топе. Интересно, что здесь достаточно много музыкантов, таких вот как бы знаковых музыкантов, как Элвис Пресли. Франк Синатра, Билл Дилан и Майкл Джексон, конечно. Вот. Также мы видим некоторых персонажей, исторические личности из Второй мировой войны. Как Анатольф Гитлер, Асуф Сталин, он же музыкант периодический. Вот. И мы, как бы, тень Гитлера. Вот. И также мы видим некоторое количество религиозных персонажей, и около религиозных персонажей, как Иисус. Ну, если бы, допустим, что Иисус, конечно, существующая персона. Вот. И Попа, как навесник Бога, и уже другие. Интересно здесь, что по бедвенности, кстати, получается примерно то же самое, похожее. По сути дела, наиболее важный, как бы, Джордж Буш оказался самым важным по количеству колешек, связей происходящих ребер и по бедвенности. То есть, с точки зрения английской википедии, как это есть сейчас, это, получается, самый центровой персонаж. Вот. Анатольф. Значит. Почти практически ответ на вопрос, но еще нет. Существуют ли особенности между разными культурами? И как раз, вот, в этом случае, Россия очень плохой пример, к сожалению. На самом деле, вот, тут мы сделали список из пяти наиболее центральных людей в разных википедиях для разных языков. И с удивлением обнаружили, что Адольф Гитлера появляется достаточно часто. Ну, в некоторой степени это можно как бы понять, потому что, действительно, он изменил картину мира. Ну, вообще изменить, конечно, историю, особенно по истории последнего века, своей персоналити. Но, конечно, когда мы получили эти результаты, мы такие, боже мой, как же мы будем отправлять эту статью в Германию? Ну, тем не менее, интересно, что вот много английских мы как раз получили этих президентов. Все равно мы видим, что многие наиболее важные люди в этом языке, они как бы отражают то, что происходит в этом языке. То есть, если мы посмотрим на испанский, то мы видим Фидель Кастро, Че Гевара, появляются только в испанской википедии. А в случае, ну, как бы с Китаем Чуань Кай Чек, это президент Тайваня, который как бы сам разглашенный президент Китая. Очень интересно, я столько много узнала, пока делала эту работу. С точки зрения, мы, как самая читающая нация, первые, единственные поставили, конечно, видео Шекспира на первое место. Но Шекспир тоже достаточно популярен, он появляется во многих тоже в других википедиях. Если вы не знаете, кто такой Кеннад Бранага? Знаете, нет? Режиссер. Он актер, на самом деле, ну, как бы, да. То есть, он сделал много фильмов про Шекспира. То есть, понятно, как это, почему иногда эти метрики не лучше всего работы. То есть, ну, с точки зрения, я думаю, что с точки зрения России, видимо, действительно, то ли потому, что контент в википедии российской не так хорошо сделан, либо потому, что действительно у нас какая-то своя особенная культура, но для России не очень хорошо получилось. Но я считаю, что, в принципе, интересно, потому что, например, там даже Иоанн Павел II, он появляется только в итальянской и только в польской. То есть, как бы, мы не можем сказать, что это сто процентов работает, но, тем не менее, какие-то вещи мы видим и действительно иногда это работает. То есть, есть какие-то связи между культурой и тем, что мы получаем? А мера здесь какая в центральности? А, здесь битвина, по-моему. Может, это из выбора меры? Может быть. В части странно, ну, то есть, на вступку, казалось бы, внуков, ну, то есть, как бы, не прямых контактов, а вот несколько группы непрямых, как бы сказать, либо внуки, либо правнуки, либо еще кто-нибудь посмотреть. Ну, грубо говоря, сколько я, с каком количеством людей могу добраться не больше, чем за два шага? Да. Да, то есть, как бы, которые используют богатство еще соседей, а не только в шагах. Ну, как-то так. Ну, можно просто. Ну, просто, действительно, и мера, которая говорит, там, максимальное количество коротких. Я думаю, если там находится в горлышке бутылки, если сильно, там, статья про Шекспира или все Шекспира идут через, ну, или через каких-то людей через, вот, вот, кинута Бранова, у него это получается такой артефакт. Нет, ну, я думаю, что, в этом смысле, ну, да, это, 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 скорее, кинут получил то, скорее всего, на Шекспира. То есть, Наполеон, кстати, это Наполеон второй, а не первый, это, 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 там все это тоже очень интересно, как это все получилось. Дело в том, что Адольф Гитлер сделал приказ о перенесении захоронения Наполеона второго, это сын Наполеона, который приходил в Россию, вот, и это дружно в русской Википедии, и это, как бы, повлияло к тому, что вот здесь, оказывается, не Гитлер, а именно, как раз, Наполеон второго. То есть, конечно, в этом смысле мера не идеальная. Но вообще, как бы, вся идея, вообще, всех социальных исследований, иногда это не всегда работает. То есть, с русской Википедией мы, наверное, можем сказать, что это не очень хорошо работает. С испанской, я считаю, это работает достаточно хорошо. То есть, мы видим, конечно, и Фиделя Кастера, и Че Гевара, которые действительно изменили практически жизнь целого континента. Ну, как бы, острого, а потом и континента, вот, и поэтому... Формула-1 в Барселоне похожа, очень важна. Да, да, нет, это не вопрос. Футбол и Формула-1, это даже... Я могу всё рассказать. Ну, была камера. Я просто хочу немножко оптимизировать, чтобы у нас вопросы тоже остались на видео. Давайте... Понимаете, а я буду подходить, давать микрофон, иначе у нас не запишется. Ответы будут, пожалуйста, нет, да? Придорно, пожалуйста. Ну... Хорошо? Формула-1 очень популярны. Футбол и Формула-1. Больше, как бы, можно говорить обо всём на свете. Всё, всё... Интересная страна. Хорошо. Как раз ответный вопрос предыдущий. Какие культуры наиболее похожи? И как раз здесь мы достаточно простым методом используем простой коэффициент, Жакар-1. Жакар-1. Который, по сути дела, изменяет количество пресечений с общим количеством связей. Да, объединений. В мере пресечения на объединение. И здесь, в этом случае, мы посчитали для всех, потому что тут есть целая таблица, но визуализировали только для двух наиболее похожих. То есть для каждого языка мы выбрали два наиболее похожих языка. Поставили стрелочки, которые стрелочки отражают... Ширина стрелочки отражает толстый, как какой-то, вес. И дальше мы загадывали все кефи. Мы получили эту красивую картинку. И они вам ещё тоже разделятся на вас. Ну и тем не менее, удивительно, но это работает. То есть мы видим, что, конечно, амбилийская, итальянская и французская википедия, они наиболее похожи между собой. То есть, как можно сказать, классы. Потом википедия вот испанская, португальская и каталонская. Нет, испанская, португальская, каталонская похожи между собой. То есть понятно, что это языковые, культурные. Моя идея, почему Ноголандия похожа на Испанию. Потому что, точнее, почему Испания как бы влияла на Ноголандию, потому что, я не знаю, многие ее знают, Ноголандия на самом деле была спаской территорией средневека. И, в общем-то, мне кажется, что именно это отражено в этой части. Вот. Удивительно, что Япония оказывалась ближе всего к испанцам и голландцам. Ну, я не знаю, например, миссионеры и зеленые. Ну, да. Ну, вообще испансующие вот испансовые. Мне кажется, вот, по моим ощущениям, вот, как бы, самые любители вот этого всего японской культуры, они вот, как бы, действительно живут в Испании. Ну, мне кажется. Кусор как раз вот этих, все, скандинавских стран, которые, конечно, между собой очень похожи. Россия оказалась, ну, похожа при всем, при том, что, может быть, это не самый лучший, а не самая лучшая выборка, но оказалась похожа как раз на своих соседей. на Финляндию и Польшу. Вот. Ну, сама идея, как бы, здесь в том, что... А Азия это China? Да. Это Chinese. Ну, понятно. Финные китайцы. Да. Так они же финно-угоры. Нет, на самом деле, они же эти языки считаются. Считается, что финский, финно-угоры, финский... Какой? Финны и венгры, и китайцы... Они из всех европейцев, финны и венгры больше всего похожи китайскому. Мы же говорим про биографию. А оказалось, как бы, что на самом деле лингвистические, географические особенности, глядя на биографию, я могу предположить, что они все-таки влияют. Ну, здесь-то, конечно, это немножко бритяно-то звалось, но, понятное дело, что для Катрамовского наиболее соседние страны – это, конечно, Португалия и Испания. Ну, Испания – это вообще понятно, но Португалия – это как бы тоже, там, язык практически один и тот же. А по компонентам проэктивизации мы проводили? Ну, типа футбол, история, Вторая мировая война, американские президенты... Сейчас покажу. Сейчас покажу, будет ответ на вопрос. Я думаю, что можно по-другому оптимизировать. Можно просто тогда повторять вопрос перед тем, как отвечать. Хорошо. Будет здорово. Проводили ли кластеризацию по компонентам? Такой был вопрос. Я отвечу на него через несколько слайд. Ну, потому что, конечно, большие сети, то есть тяжело достаточно. Мы выбрали, то есть мы взяли… Есть ещё картинка побольше. Мы взяли всех этих людей и построили в этом случае связи между людьми, которые представлены хотя бы в 13 лет. То есть это как бы такая очень весомая связь. И построили вот этот вот график. Я не знаю, сейчас… У меня есть это немножко больше версии. Контр-плюс. 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 Ну, он такой тяжёленький немножко. Сейчас подумает. Ну, я не думаю, нет. Я вам расскажу, вы не проверяете, я вам потом прислать вашу запросу. Как раз просто для визуализации, конечно, пришло взять вот только 13. То есть для всей английской получилось бы невозможно представить. Ну, тем не менее, если мы сейчас посмотрим… Значит, ну, как всегда, здесь у нас друзья Второй мировой войны, как Борг Китлер. Здесь носит Сталин и китайские коммунисты. Здесь кусок Джордж Бурш, Обама и американские президенты. А здесь вот кусок – это французские президенты. А как получилось, что Гитлер и Сталин не связаны? Не с 13 википеды. Не, ну, каждое… Не связаны. Не, ну, понятное дело, что, возможно, некоторых перипедях они связаны. То есть это как бы проблема. В данном случае, конечно, я говорю, что у нас есть какие-то знания. У нас есть какая-то… То есть люди пишут эти энциклопедии, они там пытаются быть полными. Но до конца они, конечно, не полные. Особенно английское более-менее в хорошем качестве. Дальше всё превращается как бы… Я для всех не всегда всё действую. Но я думаю, что, может быть, в китайском они не связаны. Китайский, японский, започтный. Не знаю. Я готова. Мы можем сейчас посмотреть. Нет, ну, нет. Мы можем посмотреть. Нет. Идея как бы вообще всё это работает. Понятное дело, что всё, что мы получаем, это какая-то, ну, по сути дела, не структурированная информация. То есть это люди создают, пишут как угодно, зачем угодно. Но пытаться понять оттуда вытащить какую-то структуру. И, в принципе, то, что получается, в большинстве случаев мы видим, ну, действительно какие-то факты, какие-то наблюдения, которые имеют право существовать, получается, мне кажется, интересно. То есть идея в том, чтобы, имея вот такое общее знание, то есть у нас тут нас в Википедии, ну, что мы можем с ними делать? Мы как бы всё-таки получаем какой-то кусок, где мы, да, действительно видим, что вот это французские президенты. И они в большинстве между собой как-то взаимосвязаны. Понятно, что один там следует за другим. Самый большой кластер, к нашему удивлению, получился теннисистов. Это вот кластер мужских теннисистов-мужчин, а это кластер теннисистов-женщин. И связаны они между собой, между Динарой и Марат Сафином. Так что есть, как бы, к сожалению, у меня тоже плохо видно. Получилось ли? Нет, я прошу прощения, что она такая маленькая. Есть большая версия какой-то картинки, её можно посмотреть в интернете и посмотреть, то понятное дело. В принципе, кластеризация в этом смысле существует. Мы видим эти кластеры не всегда, не везде, но часто. Мне кажется, что как раз вот идея, о которой я пыталась, начинала говорить сначала, то, что у нас есть объекты, есть связи, и построение этих связей, и изучая эти связи, на самом деле, можно многое узнать и понять. С одной стороны, может быть, многие вещи мы знали, а с другой стороны, многие вещи мы не знали. Например, про Наполеона я-то и не знала раньше. Но я имею в виду, что действительно, получая, по сути дела, огромное количество информации, мы с помощью правильно построенного вопроса и более правильно построенной модели, мы можем получить какие-то ответы на то, как люди представлены в истории различных стран, и насколько они похожи, и не похожи, и другие вещи. Вот. Это мои такие, как бы кусок здесь как раз посвященный этой работе, но заканчивается. Значит, как раз то, что мы видим, что, в принципе, биографические социальные сети – это что-то особенное. И, с одной стороны, их никто до нас не изучал, то есть, а, по сути дела, они имеют такое же право существования, как и эко-сеть фейсбуков. Понятное дело, что кто-то влияет на кого-то, вот, и понять, кто там может быть наиболее важный, иногда может быть действительно интересным. Есть такой вариант, кстати, другие ребята сделали для философов, потому что там тоже очень, как бы, с философами связаны между соборами, и тоже понять, как бы, это неинтересно, мне кажется. Вот. Я хочу просто приняться на секунду проекламировать у нашего коллеги, он по центру Михаила Громца, вот, он издает Курского университета, ассоциирован с нами, есть прекрасный проект, который называется Great Book. Он как раз посещет тоже личностям, которые теоретически должны или могли быть связаны между собой в прошлом. То есть, это литературные персонажи, ну, в смысле, литераторы. Это какие-то люди, которые, ну, в идеале, жили в одно время, и многие связи, которые они в этом Great Book'е выбирают, вот, используют, они, естественно, такие. Их не существует в Википедии, но они их создают и пытаются визуализировать. Ну, и там наборы листик, которые они применяют, соответственно. В общем, я прислушивал коллег тоже достаточно много на работу. Спасибо. В общем, конечно, мне кажется, можно целый фильм какой-нибудь применить, поэтому помню. Тест. Ну, мы все-таки считаем, для России, я понимаю, что это не работает, но для многих это работает. Наиболее центральные люди, они все-таки представляют, нет, отражают особенности, языковые особенности Википедии и вообще культур. И сети, биографические сети, все-таки, я считаю, можно следить какие-то похожие между сетями, основанные на факторах географической и лингвистической близости. Хорошо, нет вопросов? Я тогда перехожу к следующему. Хорошо? Все, с нуля уже? А, ну, спасибо. Да. А у меня вопрос такой. А если некоторые персоналии, по которым, собственно, строились вот эти графики, то есть, есть ли возможность, отчитывался ли варианты, что бывает какой-то спам? То есть, ну, например, в Википедиях есть некоторые населенные пункты, как маленькая деревушка, или почему-то они взяли и написали во всей Википедии в 285 языках. То есть, оказалось, что там самые популярные во всех Википедиях статьи, там, кроме, собственно, самого знаменитых вещей людей, там есть какой-нибудь певец, которых, на самом деле, никто толком не знает, но зато там есть какой-нибудь друг лингвист или еще какой-то. И он был переведен, он более-менее значимый, проходит по тритериям, но он попадает в это. То есть, это вот таких вы вычеркивали или нет? Ну, в этом случае мы не занимаемся, мы использовали, как бы, мы использовали перепели, которую мы предположили, что она уже изначально, там сидят люди, которые бычонки. Но никто не застрахован, то есть, понятное дело, что в этом случае, поэтому мы смотрели на наиболее важных людей, которые, как бы, соединены все-таки достаточно. Почему еще по бедвинности смотрели? Потому что при всем при том, бедвинность достаточно тяжело обмануть. Вот, если в случае с DeGree, ну, как раз DeGree Centrality просто добавил кучу линков, то в случае с бедвинностью, по-моему, мы даже смотрели по беджанку. То есть, это более сбалансированное, все-таки используют, как бы, показывают позицию вершины в целом во всей сети. И в этом смысле, поэтому мы и говорили про бедвинность. То есть, может быть, не всегда это самое-самое важное, как бы, звено, которое, может быть, многим людям покажется не самым важным. Но, с другой стороны, получается, что вот действительно так и получается. То есть, оказывается, непонятно, с другой стороны, какие критерии. Почему Шеспир, там, я не знаю, хуже или лучше, там, кого-то еще, там, Джорджи Буша. То есть, ну, все равно надо ставить какие-то меры, и в этом случае понять, кто лучше, кто хуже, достаточно сложно. Вот мы посчитали так, так получилось. И, в принципе, я считаю, что это имеет право на существование. Кто-нибудь другого может по-другому сочетать. Мы можем, как бы, обсудить, сказать, вот у меня список такой-то, у меня такой-то, какие у нас пересечения. Но, по сути дела, то, что мы получаем, мы получаем и как делаем. Да. Смотрите, там просто в биографических статьях, там есть просто биографии, там, соответственно, ссылки, там, идут на нее и так далее. А иногда в статьях ставится шаблон, ну, там, например, там, президент, такие-то, да. И, собственно, из этого шаблона эти же самые статьи вызываются. И, соответственно, получается, у одних статей с такими шаблонами, соответственно, они чаще, то есть у них пейджоринг выше, да, то есть внутренний. У других нет. Хотя, на самом деле, вот этот шаблон даже, по сути, к тексту статьи не окажется, но такой навигационный, большей части. Да. Я согласна с вами. А я не помню, не могу сказать, используем эти шаблоны или не используем. По-моему, насколько я помню, мы используем эти тексты. Поэтому здесь вот это информационное поле, я думаю, что мы не используем. Хотя я не могу сказать. Сейчас сто процентов уверенность. Да. Википедия не идеальна. Проблема Википедии в том, что она Википедия, как бы. Ну, или плюс, или минус. Но не бывает конечного знания. Каждое знание, оно всегда, вне общего сего не хватает. Оно может быть сделано как-то по-другому. Но идея в том, что когда мы получаем огромное большое количество знаний, мы пытаемся понять все, что там происходит. И в этом случае, конечно, информатика приходит к нам на помощь и помогает найти какие-то интересные вещи. Интересные и, может быть, понять какие-то вещи, какие-то взаимоотношения. А, может быть, поставить новые вопросы и новые, в поисках новых ответов. Я приду к следующему. На самом деле, как раз про географию, про города. Следующая работа, я просто очень люблю географию. Не знаю, почему со школы. И мы как-то сидели обсуждали с моими коллегами, как раз про городов-побратимов. Я-то была уверена, что это вообще какая-то близкая фишка. Я не думаю, как побольше набрать друзей из-за рубежа. Оказалось, что нет. И вообще, на самом деле, это достаточно популярная практика в мире. Вот здесь города-побратимы Лос-Анджелеса. Идея, почему мы стали смотреть. Мы опять же, конечно, вот это города-побратимы. Слева адреса, по-моему. Справа потрясающая фраза. Я не знаю, обидеть или вы ее. Дерево посажено органистером для Калерберга и Симферопольским городским головой. То есть, вообще идея городов-побратимов, она очень популярная. Она отражена как бы в реальности. То есть, вот эта снизу картинка, это аллея городов-побратимов, построенная буквально недавно в Волгограде. Там, конечно, куча статьи про то, что стоило дороже, чем могли бы сделать. Уже все разваливается. Но, тем не менее, города-побратимы существуют. И там, и здесь, и вообще по всему миру. Почему интересно? Потому что, на самом деле, все это как бы не смущает. Наверное, конечно, смущает в некоторой степени. Но, тем не менее, это некоторое взаимоотношение между социальными институтами в рамках культурного и частно экономического обмена, либо каких-то исторических событий. Вот. И, на самом деле, как говорится, ту-зебест попала ноличь, никто на это никогда даже не смотрел. Вот. И мы подумали, что как бы здорово, в принципе, посмотреть, как, посмотреть, как работают, понять, как работают социальные, географические и экономические механизмы вот этого попратимства. Города попратимства. Вот. Я замотивировала, я смотрелась немножко. А то. А еще с немножко интересных фактов. Как ни странно, это достаточно старая идея. И первые города попратима были в Европе между Германией и Францией. То есть, по сути дела, больше, почти, чуть ли не 200 лет уже существуют города Побратимы. Вот. Ну, как раз для волгоградцев. Я смотрю на коментле. И как раз Побратимы с Волгоградом, а с Дрезденом как раз в связи со событиями Второй мировой войны. Как вы видите, все-таки тень Гитлера, она и здесь летает. Многие немецкие страны, как раз города, города попратимы с другими немецкими городами. Но это понятно в некоторых стихом понятно. Почему? Потому что, вроде бы, как бы были две разные страны. Вот. И удивительно, но Дашкент был первым советским городом, Побратимым с Сиэтмом, уже с Американским городом в 1973 году. То есть, такое целое событие. Вот. Еще есть, мы здесь пропущены, есть интересный факт. Есть как раз несколько деревень, а в каждой стране Евросоюза они все между собой побратимы. Поэтому самый большой кластер между городами и Побратимыми как раз вот эти вот все городки, которые побратимы между собой. Как бы единение Европейского Союза. Как мы вытаскивали, все понятное дело, спасибо Википедии, знание такое, все уже сделано. Есть специальные списки городов-побратимов, в этом случае список городов-побратимов в России. Креншот на Москве. То есть, мы видим, что Москва в основном, города побратимы с другими столицами, но не обязательно. Вот. Как бы мы спарсили о том, чтобы понять географически, использовали Google API, чтобы геофилосцировать, геофилосцировать эти города. И получили как раз сеть вот этих городов. Удивительно, действительно, это очень популярно. Мы получили в целом 11-12 тысяч городов. Количество ребер достаточно низкое. Но надо понимать, что, конечно, в этом случае это непростая дружба. Дружба между социальными институтами. И используя, конечно, вот эту сеть для городов. Мы построили сеть для стран. В этом случае одна страна присоединена к другой стране. Если один город из другой страны, то дружит брат с городом из другой страны. И в этом случае они, кстати, мы повесили веса на эти реберы. Вот. Ну, конечно, проблема, как обычно, дата не идеальная. Нет, вообще нет центрального регистра для этого. Вот. Это user generated data. То есть, где-то 30% мы нашли только в одну сторону. А в обратную сторону не нашли связи. Но мы все-таки использовали в одну. И, конечно, нет никакого варианта, что это как правильный и полный датасет. Но, как бы, лучшего мы не видели. Лучшего мы не знаем. Так что, что есть. А это, как бы, показать, насколько все популярно в мире. Значит, здесь идея в том, что цвета зависят от расстояния. Наиболее близкие получаются красненькие. Наиболее далекие получаются... То есть, мы увидим очень много с них связей. То есть, там, по сути дела, многие, многие города дружат с городами far, far away. Вот. Как вы думаете, какой город самый популярный город во всем мире? Нет. Нет. Это вас? Нет. 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 Да, по противнику, по противнику. Правный брат, это самый большой брат. Санкт-Петербург. Я была очень счастлива, конечно, когда получились данные. Можно спросить, а когда вы собирали эти данные? Потому что, когда в Петербурге запретили гей-парады, Большое количество городов сказали, что Петербург больше не брал. Это ваши комментарии. Это, собственно, данные очень зависит от времени, когда их собирали. Потому что, когда в Петербурге депутат Милонов добился, потому что там запретили гей-парады, Большое количество городов сказали, что Петербург больше нам не брал. Там Лос-Анджелес, там Милан. Нет, ну да. Он до сих пор на первом месте или нет? На самом деле, мы успели собрать дом к вам. И у меня очень многие коллеги, как раз у меня коллега из Милана, он очень обсуждал этот вопрос. В этом случае, что они, конечно, говорят, что мы больше не друзья, но, понятное дело, что никто там обратно расписываться не будет. Идеи ли там в руке обыкапывать эти не будут. Вот. Поэтому, как бы, это будет, я думаю, скорее более политическое. В принципе, по моим данным, никто от Петербурга пока не открестился. Ну, то есть говорили, что будет открещиваться, но вроде как-то так все-таки нет. Значит, ну да, Санкт-Петербург оказался самым популярным, а Шанхай на втором месте. Интересно, что мы, кстати, удивительно, в первом беду вы видите как раз по дегре, во втором по центра здесь. То есть мы выбрали в обоих случаях, то есть правда. Я считаю, как мы написали обоснование этому, как бы Петербург всегда был окном Европу и соединяющий запад и восток. Но интересно, что вот в случае Петербурга, в случае Барселоны и Мадрида, если мы посмотрим, например, кстати, с Пекином и Шанхаем, если мы посмотрим на как раз режимы по бедвенности, видим, что по бедвенности эти города, как столицы, как бы государства, они оказываются далеко, ну как бы намного ниже, чем вот эти как раз Парселона и как раз Шанхай, которые могут быть обоснованы тем, что, с одной стороны, они более как бы открыты для людей, более известны с точки зрения туристических маршрутов, с другой стороны, тем, что они имеют порты, которые могут влиять очень важно на экономические отношения между различными государствами. Следующий кусок, как бы как раз используя вот эти города, мы построили вот эту сеть из стран, то есть как раз тоже помудрили, посмотрели, как бы можем проследить сильную кластеризацию, то есть наши скандинавские друзья, как всегда, отдельно, вот. Дальше, слева видим в Россию, в окружении многих восточноевропейских стран, а западная, так скажем, Старый Свет, Франция, UK, Германия, Фильгия, она находится слева, и самый большой кластер – это Америка, Латинская Америка, Китай и Азия. При всем, как бы, используя здраво-безбогиблиди, то есть мы умеялись построить целосети, которые, по сути дела, показывают, ну, как бы, отражают, насколько страны действительно имеют какие-то отношения между собой, то есть имеют умное право на существование. Вот, и здесь по странам оказывается, что самая популярная страна – это даже не Россия, вот, а как раз Штаты, Франция и Германия, ну, я думаю, что здесь, как бы, цвет по цвету. Дальше мы решили посмотреть на ассортативити. Ассортативити, по-русски, мне кажется, ассортативити, нет? Ассортативность, ассортативность. Ассортативность – это, как бы, мера различности в сетях, ну, с точки зрения, там, особенно социальных мер, социальных сетей. Радовали, что люди с большим количеством друзей, в основном, общаются с людьми, с большим количеством друзей. То есть селебрити в основном общаются с селебрити, а там, обычные люди, в основном, с обычными людьми. То есть это, как раз, мера для этого. Есть разные способы измерения ассортативности. Значит, в первом случае мы посмотрели как раз дегрет ассортативити. В этом случае города, ну, не удивительно, но правда, города с большим количеством друзей. Братья города, которые очень популярны для братания, они в основном боротаются с популярными городами, что вообще, на самом деле, ну да, разумно, что, как бы, большие известные города хотят дружить с большими известными городами. А маленькие хотят, может быть, но не могут. Вот. Ну, интересно, как бы мы посмотрели также на экономические показатели для стран. Ну, потому что для городов понятное дело мы не могли найти. А для стран мы посмотрели на экономические показатели. Вот. И тоже обнаружили ассортативность. То есть, наиболее страны с большим, большим, не валовый внутренний продукт, а с большим валовым внутренним продуктом, как это, как это, на человека. А получается, на душу населения, да. А, получается, предпочитают дружить со странами с большим, большим валовым внутренним продуктом. Ну, то же самое касается, как раз, и индексом развития человеческого потенциала, вот, и индексом политической стабильности. В некоторой степени, с одной стороны, конечно, неудивительный факт, а с другой стороны, удивительный факт, что мы этого не знаем, получаем. То есть, как бы, этот метод, как бы, нечестный, и вот, правда, еще одно доказательство. В сравнении, дальше мы решили посмотреть, как географические показатели влияют на зависимость на бородания. И нашли, на самом деле, что, не важно, как, как бы, расстояние между бородами не имеет никакого влияния. То есть, в этом случае, зелененькое – это распределение нормальное, и синие – это то, что мы нашли. То есть, по сути дела, можно сказать, что мы наблюдаем, практически, нормальное распределение на расстоянии между бородами. То, как мы считаем, по сути дела, единственный, действительно, доказательный пример, так называемый Death of the Distance, которая была, там, в 2005 году, пропуст, придумана, да, рассказана, значит, вот этим Карен Кроссом, который, вроде бы, известный социолог. Вот. Да, как я между разными, это такая мунициплинарная работа, то получается, что иногда, как бы, некоторые вещи я не до конца знаю, но, вроде, знаю, то есть. Вот. Что у нас, да, значит, в чем идея, как бы, что запомнить, с того, что я все рассказала, кроме картины, 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 что мы, действительно, наблюдаем, что вот эта вот дружба между социальными институтами зависит от популярности экономических и политических факторов. А, значит, это, ну, это протание между городами, оно отражает, то есть, ну, какие-то реальные вещи, которые мы видим в реальном мире, то есть, как бы, эти предпочтения, предпочтения, значит, между странами, и географическое расстояние не является никаким фактором для того, чтобы для этих социальных институтов. То есть, интересно много будет. Это, как бы, да, закончился большой кусок, и можно сейчас задать большой вопрос. Хорошо. Ну, вопрос, скорее, предложение такое, Андрей. Сети взаимодействия между городами и географиями можно, как бы, сравнить с сетями мировой торговли, например. И посмотреть эти связи, ну, например, если они совпадут один в один, то, наверное, можно будет, по крайней мере, искусственно сказать, что это чисто экономические связи. А если нет, то, как бы, вопрос, откуда эти связи берутся, как они на самом деле работают. Мы, на самом деле, очень хотели, ну, то есть, поэтому мы посчитали, как раз, по рука индексом. Мы очень хотели посмотреть, как они взаимодействуют. По-моему, мы нашли только одну какую-то очень странную, ну, у нас нет даты. То есть, мы нашли только один странный датасет, который мы так и не смогли использовать. И если есть какая-то дата, которая... Нет, это однозначно про мировую торговлю, про полный, там, между странами есть. Тогда вам нужно найти специалистов, которые занимаются мировой торговлей. У нас, например, и не есть. Наташа Лочковна. Хорошо. Я думаю, что легко можно... Нет, мы готовы. То есть, нам тоже было интересно, потому что мы еще очень хотели найти, потому что культурные обмены. Но, как бы, структурированные информации, по сути дела, даже вот информации о вот этих, городах-погратимах нету. То есть, ну, мировой торговлю, возможно, есть. Но есть там для каждой страны отдельно, в каком-то своем списке. То есть, для Евросоюза, да, там, можно каких-то... Я не знаю, может быть, я, как бы, связанно говорю, что мы не нашли его. Но мы с удовольствием, мы очень заинтересованы, как бы, еще немножко посмотреть, что так происходит. Очень интересно была идея тоже культурный обмен между музеями посмотреть, насколько это связано. То есть, такой даты тоже нет. Я общалась, у меня, ну, как бы, у нас клубная лаборатория культуры, они говорят, ну, да, там, как бы, одни меняются с другими, ну, как? То есть, непонятно. Ну, по торговле данные точно есть. И за многие года, там, современные, совсем, может быть, как раз сложные, сложные проблемы между странами Евросоюза, но, вот, там, 20-летняя давность и дальше старее, такие данные, на самом деле, есть, по-моему, между странами. И отдельно есть, ну, наверное, может быть, не по всем странам, по развитым странам, есть данные потоки туристов, откуда они прибыли, с какой страны, и, соответственно, ну, например, для Франции, откуда туристы прибыли, во Францию, для Франции, куда французы ездят, в какие страны, потенциально их тоже можно использовать, посмотреть, если какая-то особая, ну, как бы, насколько они, вот эти связи похожи, в каких-то, наверное, на связи наших странах. Ну, мы вообще заинтересованы, как бы, если есть театр, то есть, ну, у вас там или еще как-то, то есть, ну, мы заинтересованы в любом моменте подплатить и попробовать, как раз, попробовать понять, может быть, что-то большее. Потому что, ну, мы сделали все, что могли, то есть, ну, и так уже использовали расстояние, там, но, к сожалению, вот мы остановились пока здесь. Ну, с удовольствием, у нас, как бы, есть это все, мы можем, как бы, спокойно это попробовать соединить. Такой просто вопрос уточняющий, то есть, если я правильно понимаю, цель, вот, сопоставления, да, там, графа-братания с графом, там, торговли, туризма или, там, связи между университетами или музеями, то есть, это попытка установить семантику, да, то есть, что на самом деле значит, да, вот это побратимство, это скорее, там, экономическая вещь, да, или культурная, или туристическая, а вот такой вопрос, профаный в этом деле, а когда города объявляют, что мы теперь побратимы, они явно не указывают, вот, какую причину или цель вот эту семантику, потому что понятно, что, например, Болгоград с Коментрией, я очень понимаю, что у них есть какие-то экономические связи, например, то есть, это просто такая символическая связь, да, такие связи вряд ли дадут какую-то корреляцию, вот, с вот этими вещами, а когда-то, может быть, они явно объявляют, что, там, условно говоря, там, из-за большого объема того-нибудь, есть ли такое указание при установлении этой связи? Я. Ну, она предполагает, что есть, как бы, понятное дело. У меня иногда подозрение, что кто-то кому-то в гости съездил такое, знаешь, ой, где там еще не были, там, пошлил кому-то делегацию. Может, и случайный характер этих связей может быть? Нет, ну, видишь, ты видишь, что есть ассортативис, не получается случайно, то есть, никто в что плохо развитые страны не ездит. Какие города мы знаем, да? Ну да, нет, ну да, с одной стороны, ну, понятное дело, хорошо, поедем в Испанию, ага, в Испанию, в Барселону, поедем, побратаемся. Не, в Барселону она вряд ли побратается с каким-то, я не знаю, ну, возьмем какой-то гипотетический город Гадюкино, да? Если я правильно понял, там в 30% только взаимные вратания, то есть Гадюкино может подрататься в Барселону, а Барселону ее не знает об этом? Нет, это дата неправильная. То есть, дата, ну, потому что писали-то, как бы, люди, даты не всегда написаны. Но идея в том, что да, Гадюкино как бы понимает, что с Барселоны шансов нет, но вот там маленький городочек под Барселоной, самое-то, все равно море есть, какая разница, куда ехать? Ну, я имею в виду, конечно, не так, но на самом деле получается, что это не случайный процесс, потому что мы видим ассортативность и по дегре, и мы видим ассортативность и по экономическим показателям. То есть, понятное дело, что, понятное дело, что есть процесс и есть обмен. Часто, например, вот сейчас там был прошлый год вход в Испании, по-моему, сейчас, по-моему, до сих пор еще, да? Да, по-моему, до сих пор. Короче, какой-то из этих городов сейчас будет Испания в России. И в России, и в Испании сейчас происходит, наверное, в прошлом, происходит очень много каких-то движений, и то есть много, я думаю, что там парочку братаний произошло во время вот как раз именно этого года. К сожалению, нет даты, то есть это попытка понять, как это все происходит и почему это происходит. Но явно что-то, что какие-то взаимоотношения есть, то есть если решили подружиться, то, скорее всего, это не случайно, и какие-то есть там политические, исторические, экономические показатели. В этом смысле интересно посмотреть хотя бы между странами, как взаимосвязь может быть с туризмом, потому что интересно. Ну вот я думаю, что в том числе как бы там с портами очень важно, то есть понятное дело, что если корабли много взаимодействует, то получается, что как раз и Шанхай, и Барселона получается наиболее важные, хотя вроде бы Мадрид там исполняет политические функции, да? Ну а это административные, а вот как бы на самом деле экономические такого функции в основном идут там, скажем, через Харшанхай и Чудовницы. Вот такой маленький. Ну не маленький. Это вот такой кусок, как бы, у нас осталось полчаса, но второй час будет покороче и, наверное, скучнее, так что можете спать. Значит, вторая часть, как раз мы изучаем Википедию с точки зрения проекта, в котором пользователи общаются, коллаборируют, работают вместе. У меня это называлось «Википедия как крупнейший всеобъемлющий проект, все работающий проект». Значит, Википедия все видели, но я сейчас вам покажу потаймую сторону Википедии, так скажем. Я предлагаю посмотреть на это как на вершину айсберга, но на самом деле все, что происходит внутри Википедии происходит не на парадных страницах, а происходит как раз на этих talk pages. То есть, если вы здесь видите артикл, здесь всегда можно кликнуть на talk, и в talk pages происходит как раз самое обсуждение, что, как, зачем, кто поменял, что это будет делать. Часто какие-то наиболее популярные статьи, они даже залочены, залочены хорошим словом. Закрыты, то есть их нельзя сразу менять, они могут быть поменены только после обсуждения на talk pages. Кто знал о talk pages? На самом деле, в чем идея и почему это важно? Потому что вообще Википедия до 2007 года росла очень хорошо, там создавалось много статей, но в какой-то момент статьи перестали создаваться, хотя бы не стали создаваться в таких темпах. Темпы роста понижаются, да, практически, я сейчас, в общем, я не могу поставить график, но, точнее, я думаю, что можно поискать, но стали как бы, особенно в английской, я не могу сказать про остальные, но хотя мне кажется, что это всемирный такой график. В русской как раз в период кризиса 2008 года удвоилось число статей, потому что ваше качество квалифицированных авторов с 2008 года в русской Википедии почти удвоилось качество статей. Я могу предположить, что тут, возможно, еще имеется в виду эффект низкой базы. То есть, если темпы роста примерим, то когда у нас написано уже несколько десятков тысяч или миллионов статей, то, конечно, прирост не так заметен. Естественно, все молодые Википедии, они в любом случае демонстрируют высокие темпы роста поначалу. Я поняла, что это вся Википедия, все языки. Да. По-моему, все. Да, это вся Википедия. В этой статье вроде бы они все говорят. Ну, в крайнем случае, английская. Я думаю, что вся. Не знаю, насколько я помню, вся. Значит, ну и как раз вот эта вот потайная часть Википедии выходит на первый план. И в этом случае есть так называемый вот этот «article top pages». Это вот обсужд статьи. Страница обсуждения от статей. И есть так персональные. Вот об этом, наверное, многие вообще не знают. Есть персональные страницы Википедистов, которые выполняют своего рода такой паблик-инбокс. для персональных взаимодействий между Википедистами. Вот. Ну и как бы, чтобы показать, примерно, то есть артиков, статья про Барака Обама, там, не знаю, 2-3, максимум 5 страниц. То есть если мы посмотрим на обсуждения, это, по-моему, 2010 год. То есть у нас было 72 страницы, 2000 комментариев и там, 18 тысяч лицензированных. Правок. Да. Ну и как бы, можно заметить, что, в принципе, правок гораздо меньше, чем в комментариях. То есть многие правки, перед тем, как сделаны, они проходят статью обсуждения. И идея как раз в том, что по сравнению с другими онлайн-коммуникациями, в Википедии люди должны, как бы, достигнуть консенсуса какого-то и координировать их активность, чтобы получить конечный продукт в этих хороших статьях. Вот. И по тому, как, действительно, обсуждение другой природы, мы решили посмотреть на то, как они существуют, насколько они другие. Ну, а это вариант, вот, так называемый, дерево дискуссий. В этом случае, как вариант, как бы, как это выглядит. То есть у нас красная точка в середине – это, как раз, сама статья. Дальше. Глубые точки – это какие-то структурные замечания, комментарии, разделения. Дальше, значит, у нас эти структурные замечания обсуждаются по основному. Мы видим, что между там двумя-тремя пользователями. И достаточно, мы видим, что несколько, некоторое количество точек зелёные. Видите? Нет? Вот. Это, так называемые… Есть парочка. Немного. И что сказать? Это анонимные пользователи, которые любой человек может прокомментировать, но они оставляют свой IP. А вот эти анонимные пользователи, они… Их, на самом деле, не так много. То есть, в основном, кто… Люди, которые занимаются википедией, которые обсуждают, они, так называемые, википедисты. Зарегистрированы пользователями. Вот. Здесь вот это сетмы, которые использовали. Основная идея здесь в том, что это была драма википедии, вам драма в 2010 году. Всей википедии получили 3 миллиона 2139 статей. И для этих статей между 30% были как раз на топ-педже. Ну, что-то не что-то было. На этих топ-педжах, как это АТП, всего количество комментариев 11 миллионов, из них подписано 85%. То есть, в принципе, основные комментарии, которые оставляются там, они как раз подписаны людьми, которые занимаются википедией, которые редакторы википедии зарегистрированы. Вот. Анонимных всего 9. Не складывается. Там какие-то были проблемы с… Ещё какой-то кусок там мы не смогли… А, там были боты и ещё какие-то странные комментарии, которые были потеряны. То есть, мы пришлось их отфильтровать. Вот. А для собственных этих персональных статей, персональных страниц, мы как раз получили, что у нас 12 миллионов зарегистрированных пользователей. Ну, по сути дела, я, по-моему, тоже как-то случайно зарегистрировалась. В основном активных не так много. То есть, хотя бы активные юзеры только больше всего 13%. Вот. Но для этих, для персональных взаимоотношений, в принципе, они там 90-98-99% коммуникации происходят как раз с подписанными, как раз википедисты, между википедистами говорят. Вот. Практически нету на них. Вот. В чём идея вообще? Почему? Ну, как бы, с одной стороны, надо как бы там постичь консенсуса, но на самом деле, вообще, сама система, само вот это вот дерево обсуждений очень другое для википедии, если мы сравним там с обычными какими-нибудь онлайн-сайтами, где люди там комментируют, обсуждают. Slashdot – это social news sharing platform. Это платформа, где люди постят интересные новости, другие комментируют. И вот это вариант обсуждения какой-то статьи на Slashdot и справа на википедии. И даже, как бы, наглядно видно, что они другие. То есть, в любом случае, мы видим, что там какой-то комментарий, там пошло-пошло, по-моему, какой-то взрывной комментарий случился, люди начали комментировать уже не основную статью, а комментарий, а в случае с википедией, в основном, как раз, то, что у нас вот есть эта структура, мы какие-то обсуждаем, хорошо, что мы поставим по поводу этого события, что мы напишем, зачем и в конце, и дальше люди обсуждают. Часто обсуждают, там, два-три человека между собой. То есть, получается, такие цепи обсуждения. В конце концов, они вот приходят в консенсус и говорят, вот, хорошо, будем, не будем. Или кто-то другой в конце концов приходит и говорит, там, третий. Будем делать вот так, как один, как другой. Вот. И получается, что, по сути дела, это другие вещи, и их тоже надо изучать. Как бы мы начали изучать и с точки зрения, там, построения некоторой платформы, которая пытается достичь каких-то, там, я не знаю, политического блага, там, еще остального. Но должны быть использованы как раз идеи под Википедии, а не идеи, если что, чтобы, как бы, понять, как вообще, может быть, даже организовать платформу, чтобы люди как раз обсуждали, вместо того, чтобы просто комментировать, комментировать, ругаться. Вот. Особенно, не эти, а деревьев, 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 деревьев дискуссий. Значит, ну, как бы, как я обещала, второй раз сегодня, опять же, мы увидим распределение с тяжелым хвостом слева по количеству комментариев, по количеству пользователей. То есть, в основном, конечно, статьи комментируются маленьким количеством людей и мало комментируются. Но есть какие-то комментарии, какие-то статьи, которые вызывают определенный ажиат. Ну, вот здесь, там, снизу вариант, что 85% статей получают лишь 10 комментариев, но, в том числе, все-таки, 85% от миллиона, остальная часть, получается, что около 15-10 чарт статей мы получаем, которые составили более 100 комментариев, обсуждение которых заставило людей написать более 100 комментариев. Ну, и как раз вот это вот discussion chain, как так скажем, цепь обсуждений, она, мы как бы посчитали, сделали это положение, что это хороший индикатор, как раз вот этого конфликтного обсуждения, когда у одного есть одна точка зрения, у другого другая, когда один говорит да, нет, да, нет, и потом говорит, ну, хорошо. Ну, и как раз мы посчитали количество вот этих цепей этих сказ в обсуждении, и идея в том, что, если много таких цепей возникает, то, наверное, очень какой-то конфликт, конфликтивный, конфликтивный, конфликтный, 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 конфликтный топик, тема, какая-то очень конфликтная тема, вот. Ну, и опять же мы видим такой, как бы, в этом случае экспоненциальный уклон, то есть мы видим, что в основном, конечно, там одно-два обсуждения для основных основных статей, но есть статьи, у которых много вот таких вот длинных цепей обсуждений. нет вопросов? Значит, ну, используя количество цепей в сетях, мы решили посмотреть, какие наиболее, это 2010 год, какие наиболее обсуждаемые конфликты в Википете. Ну, часто это еще очень наиболее старые, значит, статьи, но и в том числе, как бы, можем действительно показать, что темы-то непростые выборы, вот, то есть это хороший индикатор для того, чтобы понять, какие темы волнуют википедистов, ну, и в том числе остальных людей. Ну, я думаю, все можно читать. Можем обсудить некоторые темы, если хотите. Я думаю, что патолическая церковь рядом с холодной клавой. Холодной чего? Холодной клавой? А то, что Intelligent Design на первом месте, который обошел в Вену в Газии, это вообще фантастика. Почему? Совершенно. Не, надо понять, кто обсуждает. Да, как бы. Видимо, мало. Главная страница. Главная страница. В этом случае, там они всегда что-то поставили. Ну, например, то, чтобы... Значит, 40 или больше проблем, чем в Лобове. Дальше мы тоже посмотрели структурные различия для различных категорий, для статей различных категорий. Неудивительно, но, конечно, какие-то категории, как политика... Значит, здесь у нас есть три стопца. Первый столбец – это все, процент всех статей. А, нет, там идея была в том, что мы берем какую-то статью, и мы разделяем ее между категориями. Берем, там, не сто процентов, да, сто очков, и она разделяется между различными микрокатегориями. То есть, каждая статья может приближать несколько. Поэтому, может быть, данные такие немножко странные, но получается... То есть, примерно получается, что очень много статей, просто статей про географию, в этом случае историю, конечно, и события. Но если мы посмотрим наиболее комментируемые, обсуждаемые, то, конечно, общество, политика и вычисления вызывают наиболее... Ну, там, я думаю, как раз, cold fusion и всякие такие вещи, вызывают наиболее такой взрыв обсуждений. То есть, как бы, логично, в принципе, но и на дате, получается, что обсуждения, политические обсуждения более взрывные и более, как бы... Я просто хочу уточнить, мне кажется, там не вычисления, а, скорее, философия и верование. Потому что с вычислениями, ну, там, наверное, сложно. А, нет, нет, просто... А вот верование и философия, да, они хорошо укладываются в картину. Да, 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 да. Так она, вроде, была... Я просто вижу плохо там, потому что... Здесь, да, дерифты и верование философов неправильно, что... Так что все правильно. Во что уверен, то и обсуждаем. Так... Ну, и какой-то такой, буквально, там, маленький тугол. Значит, как раз, что количество цепей обсуждения – это хороший, хороший индикатор того, что действительно важная и конфликтивная тема. И мы видим различие как раз, то, что логично. С одной стороны логично, с другой стороны, кто его знает. Мы видим как раз, что действительно какие-то вещи, как политика, вера и философия вызывают больше дискуссий, чем география. К сожалению, и к счастью. Вот. Очень коротко... Есть у нас минуточие, да? Нет. Ну, хорошо. Я обещаю очень коротко. Осталось всего ничего. Значит, продолжая вот этот вопрос как раз при ходу консенсуса, мы решили посмотреть, как, ну, и тем, что политика, на самом деле, очень важный, важный и конфликтивный момент в Википедии, а мы решили посмотреть, как политические оппоненты работают вместе, обсуждают вместе Википедии. Почему? Ну, опять, потому что, как бы, политика и благосфера, и социал медиа в последнее время практически связаны неразрывно. Так было не всегда. И тогда, как говорят, что вот с 2004 года все такое началось. Ну, как бы, до этого было что-то понемножку, а в 2004 году это уже стало явным, когда как раз в Америке во время президентской кампании политические блоги принято, что мы заняли одно из важнейших мест вообще во всей кампании. И тогда, после этих выборов, как раз, я не думаю, как будет в Science, да, как раз Влада Адамича и Наталья Кванс, они написали вот эту статью «Divided the blog». То есть как раз в том, что анализируя вот эти политические блоги, они обнаружили, что, по сути дела, консервативные и либеральные в блоге, они очень разделены между собой. И, то есть, консервативные только ссылаются на консервативные, либеральные только ссылаются на либеральных. Вот. Дальше, в 2010 году опубликована статья, следующая статья об Лауренсе и его соавторе, что люди читают тоже статьи, которые как бы подтверждают их политические направления. То есть там либералы читают либеральные блоги, а консерваторы читают консерваторные блоги. То есть они как бы хотят утвердиться, как бы утвердить их мнение, что это хорошо, вместо того, чтобы как бы вызвать себя на батл, вызвать себя на… как бы пытаться понять, что же оппоненты предлагают. Но в этом, кстати, достаточно большая проблема. Проблема вот этих пузырей, то, что люди же в этом пузыре ничего не видят, меняются. Вот. Ну, в том числе, для других социальных платформ, как бы вот наша работа, конечно же. Мы посмотрели… Мы тоже наблюдаем вот эту сильную политическую поляризацию, то есть хорошие с хорошими, плохие с плохими, плохие с хорошими… То есть не помню. Вот. И в случае… Мы тоже наблюдали в нашем случае, с точки зрения 2011-х выборов в Испании. И не помню. ПСО, ПП, ПСО и ПП. То есть у нас три партии социалисты и ничего еще. Вот. Значит, имея такой как бы бэкграунд, имея такую как бы историю, мы решили посмотреть на Википедию же. Она идея в том, что Википедия все предлагает нейтральную точку зрения и никогда не должны отражать никакие политические… Ну, то есть описание политических событий, ну и в любых событиях, не должны отражаться с точки зрения, там, скажем, демократов, с точки зрения фуриканцев. Они должны как бы ввести с собой энциклопедическую ясность. Вот. И чтобы понять, как это все работает, мы решили посмотреть, хорошо, а кто же ее пишет. То есть… Ну, для этого мы нашли… Сейчас расскажу как… Людей, которые пишут в Википедию, редакторов в Википедии, которые себя считают либо демократами, либо республиканцами. И с помощью них, как бы, с помощью исследования, что они делают в Википедии, мы как бы можем ответить на следующие вопросы. Не знаю… Можно ли ее переводить, если можно переводить? Значит, ну, идея как раз в том, что… Как они отличаются от остальных людей, которые редактируют Википедию. То есть люди, которые заинтересованы в политике, отличаются ли или не отличаются от остальных редакторов Википедии, Видим ли мы какие-то различия в участии, в редактировании, и правда ли… Работает ли в этом случае, что люди в основном общаются только с демократами и с федералами, то есть является ли вот это вот разделение в случае Википедии верным или нет? Вот. Ну, а ответ на первый вопрос. Значит, мы взяли… Мы нашли, так скажем, друзья, нашли тысячу 300 членов комьюнити, членов Википедии, так сказать, Википедистов, которые явно дали понять, что они демократы или республиканцы. Как мы нашли вот как раз вот эти персональные страницы, которые они имеют, они… Википедия дает возможность поставить такие юзер-боксы, которые могут быть в различной направленности. здесь вариант 4, это вот слева от меня в таком варианте, это как раз политический, справа от меня юзер-боксы, которые отражают Википедия, вот этого Википедиста. Слева как бы мы видим, что да, вот пользователь, который сделал такой юзер-бокс, считается, да, поддерживает демократическую партию, слева поддерживает республиканскую партию. Ну, количество юзер-боксов различное, то есть мы там выбрали достаточно большое количество юзер-боксов, и не всегда это очень явно, то есть, например, здесь, этот юзер-эс-про-лайф, да, это как раз это, я знаю, что это такое, это как… Нет, это просто фаборка. Вот, это в основном, конечно, это консервативная биология, то есть мы посчитали, что люди с таким, как бы консерваторы, и ниверальная идеология как раз вот про-чойс, ну и так далее. Ну, видим ли мы различия между республиканцами, демократами и вообще, как бы, как бы, для этих людьми, которые, как бы, считают политически заинтересованными и обычными пользователями. Ой. А, да. Значит, для того, чтобы, да, чтобы, как бы, ответить на этот вопрос, мы посмотрели наиболее используемые статьи, наиболее редактированные статьи одними, другими, и всеми пользователями, и закодировали их по различным параметрам. То есть они могли быть политические, не политические. а политические, могли быть, отращающиеся к теме консерваторов, к теме добиралов, и нейтральные. Ну, как бы, здесь представлены варианты, потому что вопросы-то возникли. И посмотрели на 100 наиболее редактированных статей республиканцами, демократами и всеми пользователями. Вот. Ну, во-первых, мы видим, что очень большое пересечение. То есть из 100 наиболее популярных, 44 пересекаются. Мы видим, что для демократов и республиканцев большое количество, где-то 30%, имеет политическую направленность. В отличие, если мы сравним со всеми пользователями, где только 22% имеют политическую направленность. То есть люди, которые, конечно, пишут, что они про демократы или про республиканцы, заинтересованы политикой, и действительно, они интересуются политикой, и они редактировали больше статьи по политику. Вот. В принципе, кроме этого, особой разницы мы не заметили. Вы можете заметить какие самые популярные статьи. Вот вот тоже, он 2010 год, да. Мы использовали какие популярные, наиболее популярные статьи «Левыми правами», «Бритнес Пирс». Да, демократы почему-то более такие. Да. «Демократы», «Бритнес Пирс», «Британца», «Роль Гитлера», опять же, «Тим Гитлера». Распредит нас. Вот. Хорошо. Если они так интересуются политик, если они редактируют политические сайты, общаются ли они между собой или между людьми и приверженностью другой партии. Я впустила еще несколько других параметров, но основная идея в том, что редакторы получаются независимо от политических пристрастий, и они общаются между другими википедистами из каких-либо проблем и размышлений, а этот человек демократ или републиканец. С точки зрения конфликтности мы нашли, что тоже не нашли особой какой-то разницы. Получилось, что на самом деле мы очень расстроились, мы думали, что сейчас мы все покажем, что они так не дружат. Но на самом деле получилось, что действительно мы ничего не нашли, то есть есть какие-то конфликтные темы, но в любом случае они конфликтные. То есть неважно, как бы републиканцы, демократы или републиканцы, републиканцы, демократы – это просто конфликтная тема, которую один человек будет обсуждать с другим более конфликтно. на более повышенных тонах, видимо. Неважно, какой он политическая ситуация. Во всяком случае, в Википедии. Может быть, на каком-то сайте специальном «Эхо Москвы» все будет меняться совершенно по-другому. Но в случае Википедии мы действительно наблюдаем какую-то такую нейтральность. И что на самом деле дает нам как бы возможность сказать, что так как мы не видим никаких особенностей, предпочтений, так скажем, для общения, для обсуждения с людьми из одной партии или из другой партии, можем сказать, что на самом деле для вот этих людей, которые редактируют Википедию, для активных редакторов Википедии, вот эта identity, идентификация, как быть бейнг Википедиан, она доминирует над политической идентификацией. И в этом смысле, наверное, во всех наших случаев, хотя бы с точки зрения английской Википедии, можно и полагать, что это достаточно нейтральное место, где люди действительно приходят к консенсусу. Вот. На самом деле, за четыре статьи, которые я примерно рассказала, это ссылки, и я открыта для вопросов. Я надеюсь, что как бы основная идея, что Википедия – это одно из направлений, мы много используем Википедию, а в частности, потому что она открытая, там очень много, как бы, очень много, что мы можем с ней сделать. С другой стороны, действительно, это кладить знания, и с одной стороны, используя знания, которые есть в Википедии, мы можем объяснить и смоделировать, какие-то вещи, которые происходят в реальности. С другой стороны, смотря на как происходит, как вообще формируется и обсуждаются эти знания, мы можем понять, в принципе, доказать, может быть, в некоторой степени, что эти знания имеют право быть. Закончим так. Спасибо. Спасибо большое. Вообще, я предлагаю для начала поблагодарить Яну за очень интересный доклад. Мне вообще сегодня очень понравилось, много я узнал для себя новых, относительно миролюбивых, но в частности, что, несмотря, например, на все неоднозначные законодательные инициативы, Санкт-Петербург – самый братский город по-прежнему. У нас это очень хорошо. Любопытно, что норвежская часть Википедии сравнительно выигрывает по сравнению с китайской частью. Ну, то, что касается персонали. Я рад, что Элтон Джо более популярен, чем Иосиф Сталин. Согласно вашему анализу, это тоже позитивно, скорее. У меня такой вопрос. Мне вот очень интересно было бы узнать, скажем так, динамику, да, динамику интереса, например, к какому-то политическому событию либо к деятелю. Ну, если Барак Обама, то в течение своего срока он второго теперь уже, да, в разное время разное количество внимания было на него направлено. И я предполагаю, что по динамике права, то есть когда было сделано, в какой момент, какое количество, можно, в общем-то, охарактеризовать не только какого-то политика или деятеля, но и любое событие. То есть, скажем, сектор газа после каких-то определенных там взрывных событий мог привлекать внимание, а потом отвлекать. Вот у нас были выборы в 2011 году в Госдуму и страница, посвященная там событиям на Болотной площади, в течение там суток редактировалась несколько тысяч раз. Вот. Смотрели ли вы на какие-то такие динамические вопросы или собираетесь? Да. Правда, мы смотрели. То есть, соответственно, да. С точки зрения Барака Обамы, как раз смотрели на Барака Обама, смотрели на историю как бы редактирования, историю комментирования и историю как бы реальных событий. Да, действительно, очень многие взрывы, ну, так скажем, подъемы можно описать с... Можно использовать это, описать какими-то реальными событиями, произошедшими вне. Но не всегда. Даже на случай Барака Обама было несколько моментов, несколько пиков, которые были на самом деле какими-то конфликтами в Википедии. Скорее, чем конфликтами, ну, скажем, вне Википедии. То есть, были какие-то обсуждения, что-то там закрыть. То есть, не всегда эти конфликты имеют по собой реальную основу. Есть вот эта статья, как раз написана моими коллегами. Веки Сим прошлого года они написали. Мы пытаемся придумать, как еще получше попробовать, используя как раз вот этот просмотр, используя комментирование, комментирование или редактирование, как бы изменение в поведении. Как можно предсказать, как бы, ну, по сути дела, может быть, предсказать и описать какие-то реальные события. Мы сделали статью другую, похожую тоже как раз. Мы смотрели в прошлом году, мы смотрели на динамику изменения. То есть, не все же, как бы, там, редактируют и комментируют. Мы смотрели также на динамику изменения количества просмотров. В этом случае мы выбрали статьи, ну, если говорить о буклепеде, на главной странице появляется вот эта статья, статья feature today, так называемая. Мы смотрели, как она изменяется, и смогли замоделировать вот это изменение. То есть, какие-то шаги и направления, вот так скажем, понять, как вот, так скажем, внешнее и внутреннее изменение в поведении, а может, можно будет сассоциировать с какими-то реальными событиями. То есть, мы стараемся, мы попытаемся это делать, но пока вот у нас две работают. То есть, мы сейчас еще думаем, как бы еще, может быть, сделать побольше. Но, с точки зрения википедии, у них иногда бывают свои, когда это достаточно большая комментизия, бывают вот эти какие-то свои внутренние конфликты и во многих показателях вот это. Поэтому мы пытаемся, как бы даваясь вот эти как раз количество views, чтобы увидеть, там, если там действительно эти конфликты связаны между собой или, может быть, эти конфликты связаны, скорее всего, там, с каким-то дополнительным событием. То есть, да, как бы мы уже начали работать в направлении, последнего ответа еще нет, крайнего ответа нет, но вот и вот, работа. Спасибо. Можно составить топ-100 самых скандальных визеров википедии. Коллеги, поскольку мы исчерпали все наше время, у меня предложение такое. Мы сейчас, как бы, заканчиваем официальную лекцию, но я думаю, что Гена еще задержится здесь, так что мы сейчас можем, если остались какие-то вопросы, просто пообщаться, как бы, неофициально. У нас достаточно немного, чтобы нам не требовалась для этого запись микрофона. Еще раз большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо. А если так, кстати, интересно, а с кого вы сделаете?